Образ жизни и проблемы питания нашего населения. Современный образ жизни характеризует определенными особенностями, включающие в себя трудовую деятельность, режима отдыха, удовлетворение различных духовных и социальных потребностей. Образ жизни и питания определяет показатели здоровья человека. В случае неправильного и недостаточного питания происходит нарушение функции нашего организма. Человек становится более уязвимым к факторам внешней среды, чаще подвержен стрессам. Стресс это защитная реакция организма на воздействие различных неблагоприятных реакций. К факторам, влияющим на образ жизни относятся социальные факторы, экономические факторы, политические факторы. Человек реагирует на стресс по-разному. Задача нутрициолога предотвратить негативные действия стресса на здоровье путем образа подбора специальных продуктов питания. Сбалансированное питание это поддержание баланса между качественным и количественным составом поступающих веществ в наше тело. Питание зависит от пола, возраста, характера трудовой деятельности. Белки являются основными структурными, точнее говоря, основным структурным компонентом всех клеток, органов и тканей. Рацион должен иметь 30% белкового состава. Углеводы являются основным поставщиком энергии для организма. В рационе должно содержаться 40% углеводов. Углеводы бывают простые и сложные. Простым относятся сахара, глюкоза, фруктоза. Они хорошо и быстро усваиваются. К сложным углеводам относятся крупы, продукты, содержащие крахмал и клетчатку. Что же касается жиров, то составляют они около 30% от общего количества рациона. Полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в растительных маслах, рыбьем жире и должны обязательно присутствовать в нашем рационе. Источником витаминов и минералов пищевых волокон являются овощи, фрукты и зелень. Эти продукты рекомендуется употреблять в сыром виде для сохранения их витаминов, а также минералов. Режим питания является важным звеном в рационе питания. Количество приемов пищи должно быть не менее трех раз в сутки. Основной прием пищи должен приходиться на обед. Во время обеда организм получает от 40 до 50% всех пищевых веществ. Во время завтрака лучше употреблять сложные углеводы, каши, дополнительно обогащая рацион белковой пищей. Ужин лучше обогатить белковой пищей с овощами. Составляя рацион питания, следует обратить свое внимание на количество поваренной соли, употребляемой в сутки. Важно, правильное сочетание продуктов. Промежуток между приемами пищи должен быть не более 6-7 часов. В ночное время организм должен отдыхать, поэтому следует исключить прием пищи в ночное время, а ужин должен быть за 2-3 часа до сна. Пользуйтесь, друзья. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Всех обнял!